2021 год принес много перемен в сфере власти. Сетименеджер Андрей Лисицкий покинул свой пост, но уже в конце года в Таганроге появился новый глава администрации. Мы решили узнать у таганрожцев, что они думают по этому поводу. Здравствуйте, с Новым Годом вас! Скажите, пожалуйста, что вы думаете о новой главе администрации города Таганрога? А кто у нас новый? Я знаю Титаренко Инну Николаевну. Солоницын. А его я вообще не знаю. А вообще можете как-то оценить работу администрации города Таганрога? Ну, Инна Николаевна, я встречался с ней, мне она очень нравится. Вот, недостатки есть какие-то. Ну, их много, но вот меня, например, за дело отремонтировали в дубках лестницу, центральный проход. Ну, ступеночки здесь такие узкие. Вот, там еще на один кирпич больше встало, потому что сейчас снег, особенно когда скользко, будут падать. Ну, и ребенок наступит, нога не поместится. Поэтому вот такая претензия, чтобы увеличить, хотя бы на один кирпич. По длине сделали. Ну, много можно перечислять всего. И порядок в городе, чтобы не выпивали, где попало, не ругались, не сорили, штрафовать за это. Вот. А так мне нравится все. А в пятибалльной шкале можете оценить? На четверку. Треть с минусом, наверное, так. Вот видите, здесь тротуары не убираются, грязь кругом. И, как бы, то есть за городом не смотрят. Во всяком случае, на данный момент я смотрю, вот я по городу прошел, смотрю везде. Не убирается снег, особенно с тротуаров. Он полно пожилых вышло прогулять. Кто-то ноги поломает, кто-то руки и прочее. Поэтому не знаю, почему у них так. Но у них, я не вижу ни одного дворника на улице, чтобы они убирали, подметали там и прочее. Сыпали тем более. Ну, а дороги уже там же. Там сами машины разбили своей массой. Ну, по этому вопросу. А остальное, ну, как, тяжело сказать, что там у них на данный момент. Скажем так, по дорогам плохо, минус. Сами дороги, асфальтирование, в общем-то, по сравнению с прошлыми годами, конечно, намного лучше, когда были ямы такие, что и колеса отрывались. Это да. Качество асфальтирования, конечно, улучшилось. Потому что раньше было сделали, и через полгода все разбито. Сейчас вот смотрю, тут я езжу, некоторые дороги там по 4-5 лет стоят, кое-где выбоины. Ремонтирую только поздно эти ямы. Начинают где-то уже в ноябре, в декабре, когда зима. А, да, да. Все лето они, значит, там ничего не делают. Значит, что, я не знаю, как там говорят, не осваивают средства. Или кто-то, значит, не шевелится. Просто за это должно быть, как бы, идти наказание, наверное, конкретному человеку, я считаю. За те же тротуары, за те же дороги, там. За те же, там, ну, за присмотром домов, скажем так, техническим состоянием. То же самое надо. Должны быть конкретные люди, конкретные ответы, конкретно, чтобы люди знали. Вот этот начальник не сделал, он наказан, там, лишен премии, там. Полгода работает бесплатно или ходит пешком на работу. Ну, допустим, да. Ну, вот, я так. Есть, я же говорю, допустим, дороги, да, согласен. Трамвай, вот у нас. Трамвай, да. Ну, с другой стороны, вот, кстати, сейчас ехал на машине. Вот здесь переезд трамвайный, вот, по Щаденко. Да, да, да. Ну, там ямы, машины все время останавливаются. Ну, хоть один, если бы хоть один начальник там проезжал, посмотрел. Еще и светофор включен. Вот в рабочее время там, мало того, что переезжают медленно, плюс еще светофор, и получается пробка от Нового вокзала и туда, до Михаловки. А кто? Кто-то смотрит, зачем работает светофор, когда нет трамвайного переезда, правильно? Да, я там уже раз хожу часто. И вот, и я там. А там яма, и там, получается, пробки в три очереди. Люди стоят, ругаются и прочее. Ну, кто? Вот, у нас же сидят же здесь головы, которые получают зарплату с тех денег, которые я зарабатываю. Я, допустим, физически, правильно? Я конкретно приношу прибыль. У меня берут и им платят. Ну, что ж они сидят, дурака валяют. Ну, вот так вот как-то. Спасибо вам большое. С Новым годом вас еще раз. Спасибо вам также. Всего доброго, удачи. И, как моряк говорю, семь футов под келем жизни. Спасибо. У нас новый глава администрации города. Как вы относитесь к этому? Никак, я понятия не имею, кто это, и не интересуюсь этими вопросами особо. А как вообще можете оценить работу администрации в Таганроге? Ну, как девушка, никак. Плохо. Дороги плохие, все плохо. Не очень у нас администрация работает, скажем так. Ну, что еще сказать. Ну, не знаю. Где-то хорошо, где-то плохо. Ну, сами видите, какой у нас Таганрог. Все едут отсюда, едут не сюда, а отсюда. Ну, хотя, хотят же облагородить, вроде бы, как сделать курортным городом. Ну, посмотрим, что из этого выйдет в дальнейшем. Спасибо большое. Еще раз Новым годом вас здоровья вам. Как вы оцениваете работу администрации города Таганрога? Вот как молодежь? По десятибалльной шкале. По пятибалльной? По пятибалльной. Три. А почему? Объяснить можете? Нет. А как вы оценили тогда? Смотрю на состояние города. Ну, так а что не нравится? Дороги. Вот. Дороги, здания, рушатся. Вы, может быть, что-нибудь ответите? Ну, я на четыре оценю. Почему? Потому что начали строить для трамваев дороги. Ну, дороги, я видел, тоже начали стелить. Извинения есть, да? Да, да. Может быть, пожелания какие-то еще? Хотелось бы улучшить город. Чтоб не мусорили люди. Вот, наверное, чтоб следили за этим, да? Да, да. Так. А у вас? Дополнение будет? Чтобы народ был повежливей. О, хорошо. Спасибо вам большое. С Новым годом вас! С Новым годом вас, наши зрители!